Всем привет! Меня зовут Лиля, а вы на канале Just One My Page. И сегодня у меня в гостях Кристина Ритми. Скорее всего, вы часто слышали про неё на моём канале, и не только. Я часто упоминаю её и здесь на Ютубе, и в моём Телеграм-канале. Кстати говоря, на него будет ссылочка в описании под этим видео. Так вот, это книжный блогер, моя коллега. И мы так получилось, что живём в одном городе. И это пипец, как удобно! Хочешь что-нибудь сказать о себе? Как Лиля уже сказала, у меня есть свой канал. Я думаю, что ссылку она разносит в описании, можете подписаться. Подобное видео мы уже снимали и у меня. Наверное, видео у нас выйдут, скорее всего, в один день. Мы ещё не решили, в принципе, этот вопрос, но думаю, что это будет так. И сегодня я немножко вашу Лилю помучаю. Недавно она мучила меня, поэтому я после этого включила режим маленького бесёнка. и подобрала ей книжки, ну, может быть, даже чуть сложнее, чем она мне. Суть в чём? Какое мы будем снимать видео? Я думаю, что многие из вас видели на канале To Talk Girl такой формат, когда они угадывали книги по первым предложениям. То есть, одна зачитывает, а вторая уже потом угадывает, что же там за книга такая была. Мы подобрали по 10 книг, я свои уже отгадала, на удивление, все. Это прям было что-то с чем-то. Тут, я не знаю, возможно, будет 10 минут позора. Но всё может быть. Ну, я ассоциирую себя со Светланой, так что... Да. Но вообще я старалась, конечно, подобрать книги, которые будут, ну, хотя бы плюс-минус угадываемые. Естественно, там какие-то названия собственные будут запикиваться. Я, правда, не придумала для Лили, как она для меня, что-то особенное, поэтому будут оставаться единоруги. А как же мы для Дрэгонс? Ладно. Ну, это сложно выговаривать. Хотела бросить дрэгон. Драконы. Дракончик. Давай драконы. Драконы? Да. Да? Ладно. Ладно, у нас будут драконы, меня уговорили. Драконы, в принципе, я тоже люблю. Поэтому, 10 книг. Мы зачитываем там по 3 абзаца. Возможно, будут угадываться с первого, может, со второго, может, с третьего. И я ещё решила, для облегчения жизни Лиля может попросить у меня 2 подсказки. Это всё равно не поможет. Поможет. Я придумала хорошие подсказки, по крайней мере, постаралась. И сразу скажу, что 9 из 10 этих книг я сама читала, поэтому это уже вот как одна подсказка. Только одну книгу я не читала, и в ней вот у меня есть небольшие сомнения. Это хорошая подсказка. Хорошая подсказка, поверите мне. Ладно. И некоторые книги мной очень даже любимы. Но я думаю, что мы будем приступать. У нас много времени в прошлый раз на это достаточно ушло, но я думаю, что мы сейчас постараемся справиться. По крайней мере, некоторые книги, у меня там абзацы первые были просто на километр. Ну, я буду быстро капитулировать, поэтому постараемся быстрее. Ну что, начинаем? Поехали. Поехали. Так, главное, чтобы тебе было ещё не видно, что у меня тут понаписано. Да, я могу закрыть глаза. Мне главное сейчас не затупить и не зачитать названия книги. Я их сразу бы марвала из текста. Да? Да. Я не догадалась. У меня просто сначала идёт название, и я могу где-то залипнуть и прочитать сначала его. Вот для этого я их сразу заменяла. Простите, не подумала я об этом. Ладно. Самое раннее моё воспоминание. Мне три года, и я пытаюсь убить свою сестру. Иногда воспоминание настолько яркое, что я чувствую, как зудят руки, держащие подушку. Как нос сестры упирается в мою ладонь. Конечно, у неё не было никаких шансов, но у меня всё равно ничего не получилось. Появился отец, который пришёл ночевать домой и спас её. Укладывая меня обратно в постель, он сказал, этого никогда не было. Я это точно читала? Да. Серьёзно? Да. Да, в смысле, я же книги расположила, кстати, по градации от самой лёгкой к самой сложной. Это, на мой взгляд, самая лёгкая книга. Я не читала этого. Читала. Я читала. Ну что, ещё абзац? Давай. Когда мы подросли, никто не воспринимал меня отдельно от неё. Наблюдая, как она спит по другую сторону комнаты, и глядя на длинную тень между нашими кроватями, я перебирала в голове разные варианты. Яд, подлитый в её завтрак, сильное течение во время купания, удар молнии. Есть третий абзац. Там дальше два маленьких, я даже два тебе зачитаю. Тем не менее, я так и не убила свою сестру. Она всё сделала сама. Во всяком случае, так я говорила себе. А, погоди, я сначала подумала, это был мужской и женский персонаж. Это ангел без сестры? Да. Всё. Ура! Ты, ёлбало, ты вообще сразу угадаешь. Это когда было-то. Не знаю. Я читала в школе, я учила в классе девятом или седьмом. В списке в твоём написан 21-й год. Ладно. Так, дальше-то будет сложнее вообще-то. Вторая книга, поехали. Жечь было наслаждением. Какое-то особое наслаждение видеть, как огонь пожирает вещи, как они чернеют и меняются. Медный наконечник бронспойта зажат в кулаках. Громадный бетон изрыгает на мир ядовитую струю керосина. Кровь стучит в висках, а руки кажутся руками диковинного дирижёра, исполняющего симфонию огня и разрушения, превращая в пепел изорванные обуглившиеся страницы истории. Символический шлем, украшенный цифрой. Да, я всё поняла. Давай. 452 градуса фаренгейса. А, ну. Правда, я нашла какой-то перевод, не тот, который у меня. У меня вот книга начинается «Жечь было удовольствием», а здесь «Жечь было наслаждающим». Я прям хорошо, и я потом искала нужный перевод и не нашла в итоге. Ну ладно. Ура. 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 Что это, третье? Третье. Я смотрел его глазами, я слушал его ушами и говорю, он тот, кто нам нужен. Настолько близок к идеалу, насколько это вообще возможно. Ты говорил то же самое о его брате. Брат не прошёл проверку, его использовать невозможно, по причинам, не имеющим ничего общего со способностями. Я знаю, что это. За драконем. Это игра Эндера. Да. Фу, гадость просто. Ненавижу. Я обожаю эту книгу, в смысле? Почему мне так не нравится? Посмотри, я варил отзыв на канале. Ну, это кошмар полный. Почему? Это была целая неделя страданий моих и героев. Мне вообще, и мне очень нравится эта книга, если хотела себе продолжение. Ужасно. У меня было такое ощущение, куда автор не определился, что он хочет выразить в этой книге. Ладно, мы тут подерёмся ещё. Кто его знает. Так, чё у нас, какая книга? Четвёртая, получается. Это, я не знаю, вот для меня она такая. Можно, конечно, догадаться, но, может быть, это будет сложно. Раньше я не думала всерьёз о смерти, хотя за последние месяцы поводов было предостаточно. Даже когда подобные мысли приходили в голову, я и представить не могла, что всё случится именно так. Этого маловато, я думаю. Затаив дыхание, я смотрела через большой зал, прямо в счастливые глаза и щейки. Отдать свою жизнь за другого человека, а тем более любимого, вне всякого сомнения, стоит. Это даже благородно. Так, это какая-то фантастика. Ну, как тебе сказать? Ну, наверное, для кого-то да. Ну, в счастливые глаза и щейки. Ну, блин, это что-то знакомое? Ну, это знакомое, это очень в дальней коробочке в подсознании. Ну, да, в дальней коробочке в подсознании. Ты всё правильно пока говоришь. А можно сначала? Раньше я не думала всерьёз о смерти, хотя за последние месяцы поводов было предостаточно. Даже когда подобные мысли приходили в голову, я и представить не могла, что всё случится именно так. Затаив дыхание, я смотрела через большой зал, прямо в счастливые глаза и щейки. Отдать свою жизнь за другого человека, а тем более любимого, вне всякого сомнения, стоит. Это даже благородно. А следующий абзац? Я понимала, что именно приездом в дракона подвергла свою жизнь опасности, но не жалела об этом, несмотря на леденящий душу страх. Фильм начинается ровно с этой сцены про большой зал и ищейку. У меня сейчас только одна мысль, но я не уверена, что ты такое читала. Это типа дивергенты, инсургенты и прочее? Нет, но эти книги стоят на ступени с ними, да. Может быть, даже похуже. От них все когда-то очень тащились. Прям вот, прям... А, это сумерки? Да. Все. Блин, даже не знала, что они начинаются с кульминации. Ну, типа да, вау. Хотя я в свое время столько перечитала эту книгу. Ну, я в свое время тоже ее читала, и как бы в патрусковом возрасте кажется, что, ну, это нормально. Хотя сейчас я не рискну даже. Ну и смотрела ее миллион раз. Ну тогда это было популярно, тихо. Не знаю, сколько. Очень много. И я, очень много. Господи, ну что мы тратили свою жизнь, боже? А надо было там Эммануэля Канта, да, Толстого. Ну, мы тогда не поняли. Ладно, давай дальше. Едем дальше. Шестой? Да. В смысле, мы перевалили за половину, а я все отгадала еще? Да. Охренеть. Здорово, да? Да, да, да. Я не верю в себя. Я тоже в себя вот не верила, но я же угадала 10 из 10. Так что я вообще-то надеюсь, что ты тоже повторишь подвиг. Ладно, едем. Дракон, дракон. О, как горчит имя твое у меня на языке. Едкая точно кислота. Не отплевавшись, не выговоришь. И все же я постоянно твержу его. Оно стало моим личным ругательством и мантрой сквернословия. Дракон, 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 дракон. Это имя, как и ты сам, как это твое Рождество со всеми его извращениями ложь. Но как же ты всегда жил в доме из лжи? Да. Это вам как говорите о Ниоле. Ну просто как сказать Санта-Клаус по-другому, я не знаю. Ну типа дракон, дракон. Санта-Клаус и дракон. Кстати, там прикольный вариант. Это было легко, я так понимаю. Да. Едем дальше. Какая книга? Ты седьмая, что ли? Да, ничего себе. Шел пятый урок в естественно-научном классе, когда я услышал доносящиеся снаружи странные звуки. Сейчас не удивляемся, странные звуки буду озвучивать. Такое впечатление, словно на кого-то напали взбесившаяся курица. Но можете мне поверить, подобной ситуации для меня не новость. Казалось, никто больше не обратил внимания на этот шум. У нас была лабораторная работа, а это значит, что все галдели. И потому мне не составило труда выглянуть в окно, делая вид, будто я мою пробирку. Хочу сказать, что Перси Джексон, но он совершенно по-другому начинается. Но вот лайбы есть. Какой Перси Джексон? У тебя есть три попытки. Так, если пробирку, значит ему уже не 12 лет, что-то постарше. Последний, наверное, который что-то там... Я же не знаю, мне название надо. Я-то этих не читала. Так, первое... Давай сейчас будем вспоминать. Первое. Похититель молнии. Второе. Что-то там... Нет, Лабириндедала, это другой совершенно. Это четвёртая книга. А второй? Второе. Не ездили на Уст. Плана пропустим пока. Третий. Это с Титанами связано. Четвёртый. Лабириндедала. Пятый, последний. Это герой... Нет, Герой Олимпы, это отдельная. Блин, я забыла название этих книг. Я покашляла, но на почти нужном. Да? Я не сочетую. Подсказываю вот ей, да? Ну, давай наугад, Лабириндедала. Нет? Ну, что-то там с Олимпом связано. Ну, да, Олимпийцы. Четвёртый. Ладно. Читерс, конечно, у нас. Ну, ладно. Ну, ладно. Ладно, нормально, нормально. Это как у меня с Гарри Поттером тоже. Ну, это не может быть Гарри Поттер, ну, что-то похожее, да? Вот это будет посложнее, сразу скажу, но мне кажется, здесь можно по стилистике текста просто хотя бы сначала угадать в сторону автора, а потом уже и книгу, возможно. Так. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей коморки, которую нанимал от жильцов в эсском переулке. На улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к... к нему мосту. К нему. Не знаю, как прочитать это правильно. Энному. Там, к в начале. К? Да, вот в чём и прикол. Энному-то я бы прочитала. Он благополучно избегнул встречи с своей хозяйкой на лестнице. Коморка его приходилась под самой кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Это, Фёдор Михайлович, Достоевский, преступление и наказание. Что-то эти лёгкие, по ходу, книги заказали. Да просто про коморку. Сразу понятно. А мне вот, кстати, казалось, что к Достоевскому больше отсылают вот эти вот эсские переулки, Крымские мосты. Я тоже не помню. Да? Ну нет, я имела в виду стилистику именно. Я тоже не помню стилистику. В школе читала. У меня было, конечно, не до них, а до сюжета. Поехали, да? Да. Настырный сукин сын подумал дракон драконов. В драконе было футов пять дюймов и двигался он с той суетливой, раздражающей быстротой, что присуще исключительно толстячкам небольшого роста. Волосы разделял аккуратный пробор, а тёмный костюм был строгим, но внушал доверие. Вот человек, к которому вы можете прийти со своими проблемами, говорил костюм денежному клиенту. Со штатным персоналом он обращался более отрывисто и грубо. Ну ты, лучше пусть всё будет путём. В петлице сидела красная гвоздика. Может быть, для того, чтобы никто из прохожих по ошибке не принял дракона. Драконова за местного гробовщика. Слушая дракона, дракон для себя решил, что в подобных обстоятельствах, вероятно, и сам не симпатизировал бы ни одному человеку по эту сторону стола. Нет, конечно, дракона не отвлекают от этого. Ага, я так с этими дорогами учалась. Но, блин, что-то по всей никаких мыслей. Я даже не могу эпоху предсказать. Это сложно, да. Я даже сама бы не угадала вот эту книгу, хотя я и читала. Так, а есть что-то продолжение или сначала можно попросить? Это всё три абзаца. Давай сначала. Давай. Настырный сукин сын, подумал дракон драконов. В драконе было 5 футов 5 дюймов, и двигался он с той суетливой, раздражающей быстротой, что присуще исключительно толстячкам небольшого роста. Волосы разделял аккуратный пробор, а тёмный костюм был строгим, но внушал доверие. Вот человек, которому вы можете прийти со своими проблемами, говорил костюм денежному клиенту. Со штатным персоналом он обращался более отрывисто и грубо. Ну ты, лучше пусть всё будет путём. В петлице сидела красная гвоздика, может быть для того, чтобы никто из прохожих по ошибке не принял дракона драконова за местного гробовщика. Слушая дракона, дракон для себя решил, что в подобных обстоятельствах, вероятно, и сам не симпатизировал бы ни одному человеку по эту сторону стола. А какие у тебя подсказки имеются? Ну давай сначала не подсказки, а вообще вот проанализируй ситуацию. Чё происходит? Они за столом разговаривают. Какой вот может быть проходить? Что происходит между ними? Что за разговор? Причём тут штатный персонал. Подумай. Тебе прям с жёсткой подсказки начать или с такой, которая типа полегче? Ну как меньше всего намекает. У меня ещё до жёсткой и полегче. Ну в жёсткой смысле, что прям всё, ну там да, если не догадаешься уже как бы... А, нет, полегче. Полегче. По этой книге снят фильм с этим, как его, Николс, актёр. Николс? По-моему, так. Стоять. Я её сейчас... Вот я в актёрах настолько разбираюсь, просто как свинела апельсинов. Николсон почти. Джек Николсон. Вообще, чё, 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 чё говорит? Как он выглядит? Главное, кадр из фильма не показал. Так, я поняла, не помогла. А ты... Так, а ты... Так, а ты... Смотрела этот фильм, что ли? Возможно. Так, хорошо. У меня будут тогда три подсказки. Вторая. Известная фраза из фильма. Джонни здесь. Сложно. Ну и по жести, да, пошли, я так понимаю. Давай. Ну, эту книгу написал король ужасов. Стивен Кинг. Так. Средний. Да. И там начинается со стола. Ну, ну, пришёл на собеседование же, устраиваться в этот отель. Я подумала, что начинается. Там же всё от леса мальчика. Окей, начинается с этой сцены. Да. Я думала, от леса мальчика. Так, вот, следующую книгу я не читала. Поэтому по ней у меня подсказок особо не будет, кроме одной. Но по ней сложно было догадаться. Ну, давай. Поехали. Из интервью, которое специальный корреспондент Драконового радио взял у доктора Дракона Дракона по случаю присуждения последнему Нобелевской премии по физике за 1900-многоточие год. Вероятно, вашим первым серьёзным открытием, доктор Дракон, следует считать так называемый радиант Дракона. Полагаю, что нет. Радиант Дракона – это не первое несерьёзное и, собственно, не открытие. И не совсем моё. Что-то в это теплица. Я знаю. Это пикник на обочине кругацкие. Я думала, это будет сложно, кстати. Нет. Вот последняя книга. Кстати, как тебе пикник на обочине? А ты знаешь, какую я тебе хотела дать подсказку? Что у меня недавно в Телеграме был про это мем. Помнишь, где там шоколадка на тротуаре лежит? На меня нет других подсказок. Я больше запутала. Нет у меня других подсказок на эту книгу. Да, подсказчик из меня так себе, возможно. Я стараюсь. Я тебе вообще ничего не подсказывала. А я вот тебе подсказывала. Я тебя люблю больше. Но ты сейчас поймёшь, что по последней книге, что я тебя, походу, ненавижу. Поехали? Ну, она реально такая. 27 февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам-де-Лагард дал знать о приближении трёхмачтового корабля-фараон, идущего из Смирны, Триеста и Неапая. Как всегда, портовый лоцман тотчас же отбыл из гавани, миновав замок Дракон, и пристал к кораблю между мысом Маржион и островом Рион. Тотчас же, по обыкновению, площадка форта Святого Иоанна наполнилась любопытными, ибо в Марселе прибытие корабля всегда большое событие. Особенно, если этот корабль, как фараон, выстроен, оснащён, угружён на верфях древней факеи и принадлежит местному ароматору. У меня есть одна догадка, это Дюма, граф Монте-Кристо. Как ты это сделала? Так. Ну, сложно. Сложно. Обидно сейчас было. Типа я думала, что ты его не угадаешь. Я даже замок Ив, который у меня вот сразу ассоциируется как бы с этой книгой, я же его задраконила. Ты задраконила? Я сразу подумала, это замок Ив, что ли? Ну, я не знаю, там как бы, знаешь, всё про моря в Графе Монте-Кристо, там сложно. Я не помню в Графе Монте-Кристо про моря, ну, в плане, что там... В смысле? Ну, в смысле, что там было много моря. Я помню, что он был вот в этой вот темнице, что там было восхит моря. Да ладно, в темнице, он сначала работал на корабле кем-то там, не помню уже кем. Да? Да! Да, я не помню уже того. Я читала эту книгу, я в универе ещё училась. Ну, ладно, теперь щас. А, то есть, если бы я взяла её... Я бы не угадала, я сто процентов бы не угадала. Это же на полку к тебе нет. А у меня её и нету, потому что я её тогда в библиотеке брала. В стареньких таких изданиях. Я всё хочу себе купить это вот такое большое синее красивое, такое в подарочное издание, вот такая здоровая, вот такая вот с иллюстрацией. Нет, я прочитала, я поняла, что как-то я с Дюма уже всё разошлась. Да? А мне нравится Дюма. Я ещё, у меня три мушки тёра стоят. С этим, с продолжением Королева Марко. Без продолжения. Надо бы купить. И этот, Дюма младшая у меня ещё, Дама с Камелиями, правда, ещё не читанная. Я у Дюма ещё читала, что это там две Дианы? Нет, я не читала. У меня ещё есть что-то там, то ли жерелье для королевы, то ли как-то так, ну, называется. Ну что? Ну, а что, Лиля всё угадала? Не всё. Как не всё-то? С сиянием. Ну, с подсказкой-то угадала. Я не угадала. Угадала, с подсказкой. Угадала, с подсказкой угадала. Ну вот, ведь я... Ты тебе можешь что-то покупать в честь того, что хорошо 9 из 10 ты угадала? Нет. А чё? А я себе решила, кстати, купить тетрадь смерти за то, что я такая молодец. А я уже всё себе купила. Все деньги потрачены? Да, мне нельзя ничего себе обещать. Ну что, было сложно? Я ожидала, чтобы он сложнее. Я тоже ожидала вообще то, чтобы он сложнее. Я ещё сидела, книжки подбирала, думаю, так, ну вот здесь вот, наверное, надо будет подумать. Ну, граф Монтекрис так по-любому не угадает. Вот. Ну, сияние тоже сложно. Сияние, да, это сложно, потому что ты думаешь, это вообще 20-й век, какой-нибудь детектив, вот этот вот сукин сын. Это вот занимает с толку, честно говоря. Тем более у тебя перевод другой совершенно. Да, а в «Сумерке» тоже. И неожиданно, что там с кульминацией начинается. Не, кстати, я почему-то вот эту сцену больше даже не сколько по книге, сколько по фильму помнила, что там вот это вот, ну, визуал. Ну, он же такой, хотя меня... Я просто мягко только помню, что ты мой личный сад, Кирина. Я помню фразу про овечку. Всё. Это худшая фраза в литературе, которую можно было придумать. Просто вот самое мерзотное, которую можно было придумать. Вот это вот. Лев влюбился в овечку. Глупая, ёлка. У меня нет этих цензурных слов, чтобы описывать моё отношение вообще к автору. А как тебе в фильме, когда она подошла к вентилятору, и он такой, фу, о, нет. Ну, слушай, по большому счёту, этот же фильм уже сколько раз там он на всякий, типа, юмористический лад переложили, и что там только не придумали. Ну, по факту, реально, если его смотреть под какое-нибудь такое вот настроение, там можно просто уржаться с него. Не надо пересмотреть. Не надо. Не надо этого делать. Нет. У меня, кстати, очень долго, очень долго лежало... Почему-то у меня дома была в личной библиотеке только вторая часть, это затмение в цикле. Ну, я сама не любимая, честно. Да? Ну, я как-то... У меня не было никогда любимой части. И я, короче, его очень долго не анхолила. Я всё думала, я нафига-то хочу собрать себе весь цикл, видимо, чтобы потом продать целиком, или что я там себе думала, я не знаю. По итогу отдала я, по-моему, кому-то эту книгу или замку. А, я её в библиотеку отправила, точно. Ну, в общем, избавилась от скверны на полках. А у меня до сих пор стоит книга, первая часть, Сомерки, где эта, кинообложка, она такая, все к нему прильнула-то, вот. Где она у тебя? Она у меня в библиотеке, вот, и на даче. Кошмар. Если будешь, видишь. Я её храню из сентиментальных соображений. А как же ритуальное сожжение? Нет. Ну, чё, я на неё потратила первые свои же деньги. Это была моя первая купленная книга. Ладно. Это память. Я, кстати, не помню свою первую купленную книгу. Нет, я помню свою первую купленную книгу. Это был понедельник, начинается в субботу с Тругацких. Серьёзно? Да. Вот это поворот. С первой зарплаты я купила эту. Потом следующий, я помню, прям был мобильник Стивена Кинга. Причём в каком-то там странном издании, ну, не в этих вот, не в серийных, ни в каких, не в циклах. А потом я воплотила мечту детства. Мне в детстве очень нравилась книга про поросёнка Плюха. Я её постоянно брала в библиотеке. Что это? Да, такие сказки про очень милого поросёнка, который постоянно попадал в какие-то ситуации. Например, он упал в эту бочку с тестом и потом через лес бежал, в осенних листьях вот весь перекатался и такое чудо-юдо прибежало. Ну, очень милые, добрые сказки. Я очень хотела себе эту книгу, и я себе вот её купила. У меня есть короля. Да, спасибо. Ну что, будем завершать это видео? Да. Я, честно, не ожидала, что это так быстро закончится. И даже не с позором. Хотя, думаю, с позором было бы интереснее. Думаю, надо как-нибудь попробовать по фрагментам бложек. Да. И посложнее, чтобы сделать уже. А то, мне кажется, мы друг друга пожалели чуть-чуть. Мне кажется, да. Надо было прям не по любимым книгам пойти, а по хардкору, чтобы вот прям... Что ненавидеть. Ну вот за Игрой Эндера. Я её ненавижу, поэтому сразу узнала. Ну я-то люблю. Поэтому. В общем, Кристина, спасибо большое, что посетила мою обитель. Что мы с тобой собрались снять это видео. А вам, дорогие зрители, спасибо же за то, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал, переходить в описание под этим видео. Там будут полезные и интересные ссылочки. На сегодня всё. Пока-пока.